Кирилл, доброе утро. Специалисты из России, Чехии, Италии и многих других стран собрались сегодня в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования на научной конференции, которая посвящена одному из самых острых вопросов этой области. Это осложнение после установки эндопротеза. О методах решения, о методах борьбы с осложнениями поговорим с заведующим травматологическим отделением номер 2 Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Вадимом Гольником. Вадим Николаевич, доброе утро. В первую очередь, расскажите, пожалуйста, именно на этой конференции какие-то методы решения, методы борьбы с осложнениями намечены или они уже были намечены ранее? Обсуждаются самые актуальные вопросы, касающиеся этой темы. И здесь сразу нужно сказать, что осложнения, о которых идет речь, это скорее трудные технические ситуации, естественным образом возникающие по истечении многих лет после эндопротезирования. Основной вопрос, который будет обсуждаться именно в этом. В большей степени это касается дефектов костной ткани, которые с течением времени развиваются вокруг эндопротеза при его нормальном функционировании. И те технологии, которые позволяют этот вопрос решать, сегодня обсуждаются. Это одна из самых передовых технологий, связанная с 3D-моделированием и изготовлением индивидуальных конструкций. Это современные технологии, которые с биологической позиции позволяют выполнить реставрацию костной ткани, заместив дефекты аллогенным трансплантатом с дальнейшей перспективой перестройки его собственной кости. Это позволяет решать определенный вопрос сейчас и определенные надежды на будущее дает нам, что мы сможем этот вопрос частично закрыть. А вот Вы уже чуть ранее говорили о методе инфекционной костной пластики. Он как-то к этому относится или нет? Да, это непосредственно прямая задача в использовании этого метода, который успешно 3 года назад был внедрен в наши клиники. Мы его освоили и сейчас готовы делиться своим опытом в виде мастер-классов, показательных мероприятий и конференций подобного формата. Ну вот два слова для наших телезрителей, которые, например, понятия не имеют, что это такое. То есть самые главные какие-то положения этого метода какие? Самое главное положение этого метода, что он позволяет восстановить костную ткань. То есть речь не идет ни о замещении костными блоками, синтетическими материалами, а это метод биологической реставрации костей. Вадим Николаевич, спасибо Вам большое. Кирилл, у меня на этом все. Передаю Вам слово.